Цирк ТВ Блин, ой Короче, я не помню А, да, даже вроде, чтобы проникнуть Нужно плантант найти А я до сих пор так и не понял А, прыгайте, чтобы выше попробовать Да, ну, блин, ты что делаешь-то Слушай, напомни мне, какие у тебя вообще квесты Какие у меня квесты? Ну, да Чем нам вообще заниматься Мы с тобой долго вполне были Надо в биофарме, короче Там это проверить пробирку одну с какой-то херней. А, нет, слышь, мы с тобой... Ты проебал важную серию, слышь? Ну так я здесь еще ничего не делал. Мне придется просто заново это перевести. Ну, я про то, что там мужик, этот химик, которого мы нашли, и мужик который бомж. Ну да, к ним просто надо зайти и поговорить, и все. И все. Кстати, он вроде бы здесь бомж находится. Да, вот он как раз. Подобор, пожалуй, ко мне домой. Да-да-да. Прекрасно. Я рад тебя видеть. Ты пришла, чтобы встретиться со мной. Ла-бла-бла. Я использовал получку с тех автоматов, чтобы просто убраться с улиц. Я за многое должен тебя поблагодарить. Я организовал там местечко, что-то вроде такого дешевенького IT-сервиса. Ну, что-то вроде работа по контракту, починка, какая-нибудь, всякая херня, короче. И жизнь моя наладилась. Так, варианты ответа. Ты продаешь... Ты что-то... Ты что-то продаешь? Второе. Какие услуги ты предлагаешь? Третье. А как насчет твоего великого плана? Ну и четвертое. Мне нужно идти. Ну, это... А, это... Ну... Я... Я бросил это. Но почему? А разве... Твое открытие, так сказать, не выйдет нас на новый уровень? Да-да-да-да-да-да, все это было бы круто, но... Мы не можем на это положиться. Я сейчас... Я уверен. Итак... А как же там... Добраться... На вершины... Забраться на вершины... Fight the power... Не? Ну да, я сказал это, правда? И... И ничего. У меня теперь новый круг. Так сказать. Новая жизнь. Я встретил новых людей, с которыми я могу спокойненько... Так сказать... Проводить время. Итак, ты перестал... Желать... Изменить мир... Просто потому, что завел несколько друзей? У тебя есть, друзья? А? И... Что вообще... Ты имеешь в виду, говоря, мир? Ты думал об этом? Что я могу сделать для тебя конкретно сейчас? Что ты... Какие эти услуги ты предлагаешь? Знаешь, я помогаю людям починить их, короче, всякую выгоду. И перечислять как вы. Что он продает? Я помню, я у него... Что ты тогда купил? Куп скиловый, по идее. Вон он. Так... Что, эти патроны вообще продать? Ну, я не думаю, что ты будешь пользоваться стайом. Поэтому продавай нахер. Ага. Так, это я пока оставлю шампанское, я не знаю. Оставь, оставь. Не сюда. О! У него был куб со скиллом. Я тебе сказал, ты его и купил. А еще я уговорил тебя купить экспу, но ты так и не сломался. Точно. Не надо мне на это деньги тратить. Да ладно. М? И будь ты сам не знаешь, как это бывает. Как? Ты копишь деньги на протяжении всей игры, а потом приходит чувак, отрезает тебе сосок и забирает твои деньги. Просто тогда я тебя послушал, и мне захотелось все-таки проверить, что будет для канала. И вот получилось-то дерьмо. Ты о чем? Он бы у меня тогда все деньги бы не забрал. А. Если в тот момент я тебя не послушал, и не решил спросить у него, зачем он все это делает. Ну интересно же, блин. Чего тебе было интересно, как мне руку отробят и соберут все мои деньги? Очень интересно, мне понравилось. Да, это интересно развитие событий. Не, я конечно понимаю, что вопрос в стиле «Ты что, ты доебался?» всегда сопровождается ударом в челюсть. И что мне с этим одним скиллом сделать? С чего? Мне бы похилиться. А я их разве еще не взломал? У меня, кстати, тут недавно YouTube вот за эти стреляющие звуки и за то, что вот мы с Рунари разговаривали, заблокировал видео в Германии. из-за того, что он подумал, что я рассказываю какую-то сказку на немецком. Это было очень как-то стрёмно, непонятно и ужасно. Теперь надо с ним поговорить. Новый посетитель. Добро пожаловать. Что я могу сделать для тебя? Я бы хотел посмотреть, что ты продаешь, если ты не против. Второе. Что это за место? Ты этот как его? Фармацевт? Наверное. И третье. Ты случаем не знаешь, как сказать, контрнаркотик для эндорзина. Короче, как нейтрализовать его? Я нашел вот эту вот хрень. Можешь ли ты его проанализировать? Пожалуйста. Да-да-да. Это только не бесплатно, поэтому давай бабку. Да-да-да. Прекрасненько. Я сейчас прям начну. О, божечки. Оно смертельно. Это просто мечта убийцы. Медленно действующий яд. Короче, септобы вообще трудно обнаружить, что-то занимает неделю, чтобы вообще понять, что это. Ну, еще он сделан так, что, короче, никаких следов отравления нет. Могу только представить, где ты его нашла. Но лучше бы мне не спрашивать. Продолжение. Так. Что это за место? Ты информациент? Да-да-да-да-да. Короче, он предлагает еще какую-то хереньку. Забей. Значит, второе спросил. Do you happen to know what? Эндорзин, ты знаешь, это кипернаркотика. В любом случае, противоядие существует, но ты не найдешь его просто так на улице. Правда? Я бы мог сделать для тебя, но мне нужно немного самого Эндорзина. Принеди мне его, и я сварю для тебя антидот. Это лучшее, что я могу для тебя сделать. Что у них там есть? У тебя птички есть? Да, есть их. Надо мне купить, а то у меня че-то уже нифига, 12 штук. Ты хочешь аптечки? Их есть у меня, да? Да. Да, а че-то у меня с хэпами совсем все плохо. Кебабы сожри сначала, пожалуйста, чтобы потеряться. Да у меня кебаб всего один. Ну вот еще, я имею в виду полы и прочее говно. Кстати, я забыл на единичку сохраниться. Я думаю, кстати, сейчас не надо было на единичку сохраняться. Я это делал для того... Озвучку, сохрани, озвучку. Прямо сейчас сядь, сохрани, это будет короткий диалог с названием проебанная серия. Каким образом я тебе прям сейчас это сохраню? Мне придется все это останавливать, потом за мной все это включать. Это как геморрой. Я могу ради тебя проверить. Вот все, да, идет все нормально. Так. О чем я теперь-то делать, кстати? Тебе нужно найти немножко эндорзина. Подай вообще свои квесты победить. Эндорзин это этот, что как его? Того копа убить. Но тебе нужно противоядие для начала надывать. Мне же нужно что-то с этим сделать, по-главному квесту пойти. Да, вообще да. Это не то. Вот, да, это он. С копом. Нет, это не коп. А, нет, коп. Поэтому, что у нас побольше на раз эти квесты заглядят. Да, они до сих пор лагают. Я вот понял. Киберкоп вроде это настоящий. Вот это, короче, квест, тот, который это... Ну да, его я хочу, чтобы ты прочитал. Короче, сгоняй-ка этой бабе, которая стоит в... 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 Я тебя понял. Я нашел сказал тебе отчитаться. Ну, либо она здесь находится, в какой-то кафешке. Черт его знает. Так, ну мы сделали уже много добрых дел, мы высели бомжа с улицы в дом, мы убили Барбару. Случайно, правда, да? Совершенно. Так, эй, привет, кишинька, что нового? Слушай, тут, короче, это, все хуенно. У меня для тебя, короче, все проанализировано, это вирус смертельный, глоба. Что? Дерьмо. Они отравляли людей. Эй, на кто? Да не мог быть Эден, скорее всего, это прикрытие. Неправильная еда в неправильном месте. Ты должна закончить их эту игру, синька, и держись подальше от Био Мусели Барс. Мне нужно выяснить, узнать побольше, пока. Да все? Что я пойду сейчас выяснять? Иди, 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 ищи Био Мусели Барс. Кого? Ну, она сказала, держись подальше от какого-то места под названием Био Мусели Барс, или как-то так. А если тебе говорят держаться от чего-то подальше, значит, тебе нужно его найти. Может, то, что закрыли? Попробуй еще раз погулять в Эден. Может, там что-то появилось? С этими чуваками поговорить нельзя, думаю, застрелить их тоже нельзя, и что мне тогда делать? Что это за подстава такая? А здесь у меня что? Это Эден, ресторан тот самый. Нет, именно вот здесь, я не помню. Здесь вроде что-то было, но я не помню, что. А, здесь домик, это чей-то. Так, здесь все. То, что я тогда помню, сказал, забей, это, короче, по поводу смерти какого-то учета. Я не собираюсь это читать. Да я понимаю, я просто зашел посмотреть. Блин, и что же теперь делать-то, а? Какая-то все подстава. Например, ты в доках, по-моему, не болтал. С кем? Там, помнишь, стоял. Нет, я с ним поговорил. В этом, в этом проходили? Или? Тем более, он ничего важного не сказал. Нет, но вдруг там, не знаю, какой-нибудь, не знаю, важный момент. Ладно, хер с ним, иди в Таунтал, китайский район. Вот там, побегай. Что я там забыл? Ну, может быть, мы, все-таки найдем где-нибудь имплантантики. Я вспомнил, какое место особо еще не смотрел. Подивижу меня. И, похоже, я не сюда пришел. Кипа-кап. Ага, да, вот здесь это находится. Помнишь, там какой-то ассортир зашел, там еще какая-то девка стояла, наркотушью торговала. А, наверху, Да, я в том сортире особо ни с кем еще не общался, и то у девки может быть, кстати, еще и наркота, которую я смогу проанализировать и... Так, нравится твой вкус, ищешь веселье, хочешь отдохнуть, как насчет этого? Ты предлагаешь то, что я думаю, ты предлагаешь. Второе, есть что-нибудь на продажу, и... У меня есть немного экзальты, хочешь ли купить? Ты знаешь мой вкус, девушка. Знаешь мой вкус, хорошо, две сотни... Да, штучка идет... Да-да... Неплохо, я нашел куда его сбагрить. Да... Что-нибудь еще есть? Нет, у меня все. Вот теперь ты знаешь куда забывать экзальты. Что за первое там? Ты предлагаешь то, что я думаю, ты предлагаешь. И, ёп, меня выкинуло. Я уж испугался. Что в серии что-то случилось? Да, что мне придется третий раз переводить это дерьмо. Что она тебе предлагает... Не знаю. Я не пойму, она то ли шлюха, то ли дракдилер. Я пока не понял. Давай, может она мне так эротично что-то предлагала, переведи мне. Что она мне хочет? Ну, вообще она это... За что я должен заплатить? Она говорит, что она предлагает тебе момент, девочка. Никакого вреда. А, просто позволь мне уложить тебе 80 кредитов за мечту. Ну, давай, если мечту можно купить. Окей, иди за мной. Сейчас она, походу, со мной что-то страшное сделает. Я знаю, чем обычно все это заканчивается. Как кто-то из темноты ебошь по голове. Забей. Что-то я не пойму вообще, что она несет. Забей. Видимо, что-то с ней неплохо. Но она говорит, найди её в следующий раз, когда тебе что-то... А, слушай, я даже помню это место. Угу. Так. Ну, я хочу тебя. У тебя есть что-то по продажу. Я пойду. Так я же только что заплатил. Я что, уже повеселился, что ли? Может быть. Видимо, скипнутый момент. Я еще раз за это 80 баксов отдам. Хорошо. Теперь, я должен вернуться к себе. Добро пожаловать, мисс! Здесь, чтобы проработать какие-то классные калибры великолепности. И я написал это. Добро пожаловать назад. Хочешь ли купить что-нибудь зебатое? Бла-бла-бла. Первое, покажи, что у тебя есть. Второе, есть другой магазин с оружием. У чувака по имени Хэнк. Ха-ха-ха, этот старый... Я-х, пьянки пени пике ровляет скло что-то. Я слышал, что он делает свое оружие из... просто левых частей. Я имею в виду, кто вообще делает пушки, собранные из каких-то найденных материалов? Типа мусорщик, что-то? Может быть гений? Может быть. Возможно, кто-нибудь, кто когда-нибудь держал оружие? Блин, я второй не перечислил. Эти оружия в фактической. Хорошо? Качество уверенно. О, да. Это правда, что некоторые клиенты не могут обтекать, когда оружие... ...цельные части. Я прав? Сейчас. У меня сразу в голове, знаешь, грязная сцена такая прокрутилась, как там оружие лизут куда не надо. Для тебя плохие новости. Ха-ха-ха. И так, что ты продаешь и просто прохожу мимо. Я-то думал, она, типа, скажет, ладно, тебе скидочку сделаю, типа, так и быть. Я думаю, что... Ну, она чё-то... ...ничего мне не сделает. нахуй, нашли это все у меня столько разного дерьма есть, я даже не знаю зачем мне все это нужно просто левый инвентарь для скопления квестов квестов в хтм это че такое? а, я отсюда вышел, окей я вот не пойму, что тебе дала эта девчонка она не фокус не восстановила, и хп под регеном, и че даже эксприт дала да я говорю, наверное, потом как-нибудь это скажется, типа, не знаю какие-то шлейфи здесь неудачные может мне с ними надо поговорить, ты мне что-нибудь интересно скажешь, нет, не скажешь а ты тоже не скажешь да это жопа, что мне делать, куда мне идти, я тут, блин, здесь уже вроде каждый уголок облазил слева ты был, слышал, не здесь, я имею в виду вообще, че там слева слева это бандитский район да не вот это, блин, карту закрой а, оттуда я же пришел может там, где эти плантаты продаются в этом дерьме я не знаю, вдруг ну, давай посмотрим может, привезти, какую-нибудь дверь просрали, не знаю здесь все двери, я смотрю, закрыты да не, здесь вроде в прошлый раз уже все облазил, здесь ничего не должно быть двери закрыты, потому что это стартовая локация, здесь как бы даже туда залез и он в подвал даже больше не спустишься, с которого я вылез кстати, странно, я почему-то больше не могу найти барбел я ж в баре-то особо не был, Том ну-ка фикс хоб здесь же этот бар был, да? а, а, а а тут не он? да, возможно это он я оттуда снизу вылез и этот бар закрыт и владелец его теперь скрывается да здесь вообще все закрыто как он назвал свой этот офис? Георг? Компьютеры этого Георга. Ну че-то еще я не могу прочитать. Я думал, я сейчас вниз упаду. Что мне делать? Да, что меня успокаивает. То, что это хотя бы не Лиза, где там, что мне делать, продолжалось на протяжении полутора часов. А чё ты взял, что здесь такой же повториться не может? Я думаю, что она здесь повторится так же успешно. Думаю, не больше, чем полчаса тупить будем. Здесь локация меньше. Да, не сказал бы, но есть локации практически такие же, как и там. Знаешь, что я хочу сделать? Взорвать здесь где-то. Я помню, было место, где можно было взорвать накаток. В лаборатории-то? Да, с помощью С-4. Я не знаю, зачем это нужно, но я всё-таки это сделаю. Где-то здесь, это точно. Ну, у тебя ещё и мост можно было взорвать там. Можно было. Подожди. А где это было? Похоже, я вспомнил где. Это вроде бы находится под теми развалинами вот здесь, как раз-таки на экране загрузки. Видишь, что надо спуститься, и там будет эта химинологическая лаборатория. По крайней мере, я на это надеюсь, и мне не придётся её искать. Угу, как от макро старой серии. Дааа, я был прав. Здесь что-нибудь интересное осталось, хотя и я должен был всё почистить. Здесь мы качественно, по-моему, посидели. Ну, как мы. Я посидел, что-то читал по колено. Дверь забавляет. Угу. Ну-ка. Это он сейчас взорвётся или я устанавливаю? Угу. Крабляешь. Ну и чё ты убегаешь? Думаешь, такой большой взрыв? Вот тебе весь взрыв, ты чё думаешь? Это всё завалило, такой большой взрыв, что ли? И вправду. Войти можешь туда? Лову, ладно. Могу, и здесь теперь всё разрушено. И зачем, интересно, я это сделал? Может, экзальт перестал поступать, или как он там назывался? Это этот наркотик, который усиливал этого кибер-копа, который я даже не представляю, где находится. Вот что мне всё это дало? Локация 4 изменилась. Прикольно, я потратил за 4, на что бы изменить немножко локацию. Куда я хочу пойти? Куда мне надо сходить? Попробую-ка я снова с этим чуваком поговорить. А туда я не могу пройти, а нет, не могу. Хотя я здесь не везде же был. Получается. Я же всё-таки так и не нашёл этот, как его. Ну ты меня понял. Нет, к сожалению. Блин, как так-то? Ну-ка, начну-ка я стайджа. Всё начинается стайджа. Где-то здесь должно быть, ну, этот, как его. Да что ж такое? Почему я не могу вспомнить это слово? Этого тантики? Да, вот, точно. Так, ладно, понятно. Здесь я всё исследовал уже точно, досконально. Здесь ничего быть не может. Здесь тофу ненормальная, как ты китаянка. Ну-ка, китаянка, ты мне ничего не скажешь? Может быть, у тебя что-то можно? Нет, только что-то ты подаёшь. А что она подаёт? Слушай, может, она, наверное, дарзин подаёт. Не разумеется. Что-нибудь кроме тофу, рис, что-то ещё, что-то ещё, что хотите. Могу предложить вам что-то традиционное. Соус, бла-бла-бла, секрет моей тётушки, бла-бла-бла. Короче, ты сейчас спросила, что это кола, типа традиционный напиток. И фигня. В общем, дерьмище она толкает. Да. Прям как футбокс у нас в торговом центре, помнишь, что? Где ты покушать хотел? Футбокс в торговом центре? Ну, это в Маркосе. Чё, уже забыл? Так, здесь Хэнк. Да я понял тебя. Здесь 3D-принтер, в который нельзя войти. Ну-ка, а здесь внизу что? Ха-ха-ха. Да ладно! Как я раньше-то до этого не додумался. Какая-то уже серия идёт, получается. Вот это вот будет 10-я серия, и я, наконец-то, нашёл магазинчик с имплантантами. Надо же. Безумный учёный, чем ты меня можешь удивить? Доктор Лэд, не такой, как ты. Так, Дедекс, дай-ка мне всё посмотреть. Я получил письмо от Деккера, наверное, месяц назад ещё получил, потому что сколько мы бродили. Деккер говорил, что придёт синеволосая девочка. У него, знаешь, уже, наверное, в этом магазине с имплантантами легенда должна приходить, типа, когда в какое-то время придёт синеволосая девочка, тогда всё изменится и станет всё лучше. А что, вроде того, по сути, всё, что-то и происходит, это девочка уже подключается без Джека. Ну. Ладно, короче, если ты так пытаешься заставить меня чувствовать себя комфортно, то, пожалуйста, заткнусь. Это самое лучшее, что она могла сказать. Да. Пожалуйста, заткнись. Ну, пожалуйста, остановись, она сказала, но... Ничего себе, слушай, ему 95 лет. Ладно. Да-да-да, я, типа, вставляю имплантанты, да-да-да-да. Это... Доверься мне. Нет более, так сказать, умелого чувака в Harbour Prime. Послушай, мне 95 лет и я всё ещё охуенен как столой. Так. Мне нужно кое-что сказать. Я, знаете ли, не очень хочу добавлять всё это в своё тело. Это... Это выглядит немножко ненатурально. Прям вообще не подумал, да? Ээээ... Ненатурально? Скажи мне, а машины натуральны или, может быть, нам всё-таки стоит... Тьфу ты, а машина натуральна? Может быть, нам стоит кататься на лошадях? Электричество натурально или, может быть, нам стоит уставить всё эти... кострами? А, одежда. Может быть, нам стоит это... Бегать тут по кругу, показывая всё? Короче, херня. Кончина. Я имею в виду, что... Короче, это не сделает тебя меньше человеком. Всё это... Короче, следующий шаг эволюции. Всё такое. Сумасшедший. Короче, не важно, что он там говорит. Он со мной ничего полезного не скажет. Что там, где там, где можно что-то вставить? Деккер сказал, что мне нужна вот эта вот херня. Что это вообще такое? Это первое? Так... Нет, какая херня... Он тебе разум не сказал... Ну, у нас, знаете ли, проблемка. Но я помогу, если ты хочешь иметь один. Что это вообще за херня? Не знаю. Сначала, что это такое? Это, короче, какая-то платформа... Для чего-то так. Короче, тебя ждут какие-то изменения. Я не знаю, что такое драстика, я могу даже продуклить. Потому что мне интересно. Какие же изменения тебя ждут? О боже. Решительные изменения. Радикальные просто вообще. Короче, пофиг. Что ты имеешь ввиду под этим? Первое. Второе, типа, стой, 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 погоди. Никто не сказал о том, что это радикальные изменения. Не волнуйся. Он никак не повлияет на твою внешность. Просто добавит твоему телу функции внутри. Но если декер хочет, чтобы ты установила нейро-вив, ну, нейрохерню, это значит, что, типа, потом будут и другие имплантанты. Это, ну, короче, видимо, это хреновое приложение, потому что за этим нейрохерней прилагаются и другие имплантанты. Написано, типа, ты... Купите наши ножи, да, и потом придется еще другие ножи докупать. Ну, что-то вроде того, короче. И тут еще сказано, что если будем сражаться с кем-то другим против имплантантов, то это будет сражение огня с огнем. Ну, типа, я взорваться могу, что ли? И он тоже взорвет. Я не знаю. Может быть, он имеет в виду, что это бесполезно? А, типа, так, если я буду в своем человеческом обличье, то у меня шансы как-то побольше, что ли, станет? Нет, тебя просто тогда точно уведут. Как спичку, да? Так у меня хотя бы железной спичкой будет. Окей, будем считать, что я согласен. Сколько это будет стоить второе? Второе, только потом. Значит, я могу сделать это бесплатно, я очень-очень должен декеровать. Но это не проблема. Проблема в том, что нейровив, знаете ли, не поступает, кстати, в коробках отсюда. Это военное программное обеспечение, скажем так. Ну, короче, это военное. Вернее, и обычным клиентам они не положено. Можешь ли ты заказать мне его, если у тебя поставщики? И здесь у нас большая проблемка. Я могу заказать. Возможно, декер не слышал, но черный рынок сейчас наполнен дефектными имплантантами. Они настолько поломаны, что, короче, тело их отвергает. Я даже себе представить не могу, как это ужасно, когда в тебе, прикиньте, вшивляют какой-то кусок железа, а твое тело это отвергает, все это начинает гноиться, все это... Ужас. Ну да. А если этот кусок железа еще не слушается у тебя, это вообще прекрасно. Потом вообще все так дело можно угробить. Ну, короче, тут фишка в том, что это слишком рискованно устанавливать проваль, ну, херовые имплантанты. Давай дальше. Я же сказал тебе всю суть. Ты сказал, что имплантанты не бракованы. Ну, вообще, даже не то, что они бракованы, их, скорее, бракуют. И кто же это делает? Ну... А второе что? А второе... Разве полиция что-нибудь с этим не делает? Ну, почему? Хотел бы я знать, никто не знает. Для начала все думают, что это просто неудача. Просто, так сказать, ошибка на линии, ну, ошибка при производстве. Но... Случаи... Ну, это случается все чаще и чаще. И... Среди, ну... Среди всех видов имплантантов то, что происходит это не очень хорошо. Эээ, он тебе сейчас какой-нибудь даст дерьмовый коест, короче. По-моему, вот этого доктора Холма убили, как раз. о котором он говорит, типа ситуация становится все хуже. Мой друг доктор Хоум владеет магазином рядом с Fixer's Hope. А, хотя может быть этот уклусик фармацевт. И судя по тому, что он говорит мне, люди все время приходят с отвергаемыми имплантантами в сторону этого. Он хочет положить этому конец, так же, как и я. Продолжен. В любом случае, сделка такова. Если ты... Короче, если ты хочешь получить себе безопасную и хорошую нейрохерню, ты должна сначала выяснить, кто портит имплантанты. Я бы посоветовал поговорить с Хоумом. Он, скорее всего, что-нибудь знает, что-нибудь, чего не знаю я. Он немного холоден, но он не говнищ. Ой, блин, я-то думал, я хочу что-нибудь сейчас интересное себе вставу, и будут мне какие-то мега-прыжки, и смогу в две локации залезть. Даже не в две локации, а в два места, куда бы я хотел залезть. А, нет, даже три, я сейчас еще одно местечко вспомню. Кстати, сколько там по времени? О, уже 38 минут. Все, пока. Все, пока. Пока-пока. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok